всем привет еще раз как видно слышно видно ли картинку слышно ли меня хорошо напишите пожалуйста так меня не слышно что пожалуйста напишите видно видно как видно и как слышно это важно значит могу продолжить хотя бы несколько комментариев не очень помогут так еще раз прошу напишите мне пожалуйста слышно ли и видно ли меня так я просто вы пишите а я не вижу очень здорово ничего себе все окей извините это моя ошибка я все пропустила комментарии ладно все хорошо слышно это я я буду громче говорить на все извините что я заставила вас только ждать замечательно так я постараюсь так как-то расположиться что было видно что использую так кто смотрел мои stories по поводу выбора материалов и выбрали ли вы на какой бумаге вы сегодня рисуете на темной серой или на светло серой напишите мне пожалуйста то что если кто-то использует темно серую я иногда буду тогда давать комментарии что вам лучше использовать тоже да у меня сейчас а4 формат потому что мои букеты обычно сделаны на формате а3 но у нас зарисовка меньше я бы не стала я я просто бы не успела сейчас за короткое время сделать большой букет на большой букет уходит достаточно много времени светлое светлое замечательно на желтый ой извините на желтый на желтый даже не знаю что он посоветовать я в том что цвет бумаги очень сильно влияет на те мелкие которые мы должны использовать нашей работе и она должна все таки подходить к сюжету да то есть если я просто не не представляю нас на желтый как это все будет выглядеть и что посоветовать вам использовать потому что мне нужно попробовать как эти мелкие выглядят на светло-желтый у нас на желтой бумаги я эфир запишу конечно да если мне позволит ты инстаграм я запишу обычно тут фу сбоев не бывает ну я всегда делаю это оговорку светло-голубая если нету серой и светло-серой то можно взять светло-голубой это лучше чем теплые оттенки будут будет в данном случае это точно у меня например серый такой он более зеленоватый это не очень видно на камеру вот эти вот различия оттенков да но она 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 немножечко немножечко зеленоватая да вот я в сравнении сейчас положу серая то есть у меня на светлее и она немножко в умбру такая идет вот вчера ко мне обратились я получала такие сообщения в директ и не прислали фотография тех материалов которые у вас есть серый теплый подойдет вот у меня зеленоватая она достаточно теплая вот и я имела ввиду теплые оттенки как песочные цвета вот желтый поэтому мне кажется это будет немножко проблематично на этих оттенках тоже можно сделать на с этого референса что-то это это понятно просто так как я готовилась к серым оттенкам цвета бумаги то и меня мелки подобраны таким образом то есть наверняка на желтой бумаги и на более теплых каких-то песочных цветах должны будут выбор мелков будет немножечко другим про вот вот и все я из тех художников которые работают пастелью которые считают что можно любой цвет бумаги обыграть вот я пробовал я люблю использовать разные цвета бумаги очень многие использовала и конечно нужно подходящая тема да некоторые темы на определенных некоторые сюжеты на определенных цветах бумаги выглядят лучше вот серы это всегда просто нейтральные все подойдет всегда вот поэтому часто обучение все проходит на серых но когда вы чувствуете в себе какую-то уверенность и опыт экспериментируете правда я например очень люблю вот после моего отпуска попробовала много разных зеленых цветов бумаги мне очень понравилось и я теперь использую например очень темно зеленый цвет такое оливково темный мне очень нравится это как фон а вот так вот я вчера получила сообщение такие с фотографии материалов которые есть у вас и поняла что то мои опасения оправдались у многих материалов очень мало и кто-то хочет пробовать совершенно ограниченные гаммы пастели поработать и кто-то даже первый раз поэтому я решила что и мы сделаем я покажу просто и и понятно что это таким ограниченным количеством цветов то что я сейчас буду делать не сделать вот то есть я буду работать и многоцветия хорошей качественной пастелью на пастельной бумаге а вот если вы хотите попробовать вместе со мной сейчас этот материал и у вас ограниченная гамма цветов то есть как бы их мало то вот я хочу начать с такой небольшой зарисовки который вы можете продолжить я уже буду делать всем в цвете а вы продолжите вот это вот за свою зарисовочку я предлагаю вам ограничить цвета еще больше то есть если у кого то есть базовый набор в котором есть там черный белый розовый зеленоватый да вот то что я видела какие-то совершенно базовые цвета и причем они все идут в одной тональности это проблематично то что если вы будете накладывать однотональные мелкие разных цветов рядом то живописно это выглядит не будет поэтому я предлагаю вам взять вот я приготовила такой для демонстрации возьмите как черный возьмите белый и серый у кого-то я видела вот что-то розовенькое такое вот можно сделать вот на такой гамме ограниченной зарисовку цветов и как раз я сделаю зарисовочку такой тональных до предварительную и мы уже продолжим в цвете хорошо у меня по три тонны каждого цвета это хорошо хотя бы так у меня по три тонны каждого цвета это хорошо хотя бы так это привычка у меня ограничивать себе пространство я взяла просто обычный пастельный карандаш у меня он темно-серого цвета и вот я делаю сейчас тонально-композиционную зарисовку в ограниченной гамме и тех у кого она ограничена нет дополнительных цветов вы продолжаете работать в ней на все понятно я я надеюсь в объяснении в этом букете который мне есть я не хочу рисовать вазу то у меня те букеты которые я рисую на заказ это обычно свадебный букет это никаких вас естественно нет и либо я рисую фронта такой вид сверху как бы на букет да то есть получать такая шапка в основном делают круглыми мне как раз нравится какая-то асимметрия но это редко встречается пока хотя очень красиво на мой взгляд выглядит либо я рисую вид сбоку и тогда стебли видны здесь и мы просто остановимся на тоже самую композицию которая здесь видна единственное что я хоть я вот эти вот бутончики беленькие немножко смещу вправо чтобы была какая-то интересная мне кажется это будет более интересным я попробовала и утвердила что мне кажется что мне правильно кажется но у вас может быть свое мнение я не ограничиваясь композиции если вы хотите сделать какое-то свое композиционное решение пожалуйста я буду рада видеть все если вы мне потом покажете и и для того чтобы начать я делаю кота зарисовку начиная с самых крупных объектов у меня здесь пион ярко-розовый еще роза здесь какое-то странное растение идет два розовых цветочка на заднем на дальнем плане уже более вглубь уходят да правильно екатерина чтобы было один ну что поделать у каждого свои заморочки еще какой-то бутон теплого розового цвета два белых бутончика и такие разлапистые как чем-то чертополох напоминающие синие цветы не знаю название а вот веточка листик и здесь у нас идет много зелени там много каких-то деталей сейчас на это вообще не смотрим я ограничиваю немножко пространство вот этого зеленого пятна . . . и теперь давайте посмотрим на наш референс и тональными пятнами для того чтобы это сделать попытайтесь ощурить глаза и посмотреть какие пятна наиболее светлые что у нас средний тон и какие места у нас какие пятна у нас наиболее темные я делаю это вместе с вами и вижу естественно что самые светлые у нас вот этот бутон и эти два бутона эти два лет есть какие-то вкрапления белых цветочков которые тоже выступают яркими пятнами средний тон это вот это пятно состоящие из розового теплых и холодных цветов самые темные пятна это у нас зелень синий голой наталья вы мне всегда помогаете вот правда даже в названиях цветов поразительно так и скажем я возьму и черным выделю самые темные места у меня это получается такая тональная зарисовка я добавляю самое темное пятно в качестве дополнения нашу диагональ и в качестве стеблей так средний тон я сейчас смотрю исключительно на пятна и не прорабатываю никаких деталей это лишь пятна накладываю на них тон я слежу как эти пятна идут на их форму и накладываю мелок и для тех у кого это гамма ограниченная вот я сделала тональную зарисовку которая будет показывать мне примерно где у меня есть какие-то на где расположены если у вас ограниченная гамма цветов вот возьмите какой-то еще дополнительный цвет к серому белому и черному и продолжайте работать этим цветом то есть увидите там где есть если это розовый я бы взяла во все цветочки неважно какого они цвета даже вот этот снеголовик пусть он будет тоже каким-то розовым да то есть у вас вся гамма будет черно-бело-серая дополнительно с дополнительным одним цветом вот я здесь на этом этапе я остановлюсь и уже продолжив работу в цвете вы если у вас ограниченная гамма и вывод на этом этапе находитесь продолжайте дорабатывать эту зарисовку то есть разделение по тонам мы сделали сейчас начнем прорабатывать детали дождитесь того этапа здесь делаю разделение по тонам в цвете и продолжайте вместе со мной добавлять те нужные тона в те в те места где я буду работать в цвете это наилучший вариант который могу вам предложить потому что я понимаю что ограничение в материалах это большое ограничение и некоторые вещи мы просто не сделайте теми материалами которые про есть для этого нужно больший диапазон цветов так здесь испачкала лист клячка уберу то что мне мешает сколько это возможно я никогда не знаю что у меня из этого клячка а что пластилин у меня дочка смешивая черный и белый пластилин что получить серый цвет чтобы он был похож на цвет клячки и подкладывает мне это все дело вместо нам клячки такое у нее хобби ну поехали то же самое как и на тональном наброске я начинаю с крупных объектов пастельным серым карандашом скотч и бумага не портится потому что она приклеена скотчем буквально недолгое время стене оставляют она следующий день если порисовать и отклеить там все нормально да они дети любят клячку в качестве пластилина использовать это да вот у нас апгрейд произошел не просто в пластилин но и намечаю общие там базовые формы и смотрю где есть тональные изменения дату сердцевина и как это сердцевина цветка и как он построен то есть это у нас круг меньше круг это сердцевина здесь у нас видно что пел он как там откроется это произойдет с этой стороны кот любит клячку мне повезло мой на нее не обращать внимание но мы очень любит пастель я удивлена что до сих пор не пришел на стол почему как только я достаю пастель он тут же приходит ко мне на стол и ложится на пастель вот такая такая у него любовь не знаю с чем связан и вот и 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 убора тоже самое тоже любит пастель и поражена ой серо бурмалиную в крапинку это просто мало того что он сам такой он же потом везде оставлять следы недавно он у меня влез лапой в акварельную индика по моему и просто у меня весь дом был потом в пятнах она была довольно точно в жидком состоянии это было ужасно я ходила и везде оттиралась синего и вот здесь у меня пятно я опять же не прорабатываю там не намечаю ничего это просто темное пятно ты ревнефти на себе напомнить ну да я еще просто понимать у меня стол стоит так неудобно наверно вернее очень удобно для него напротив окна и туда прилетают птицы у нас очень много птиц особенно сейчас вот все перелетные птицы из северных стран летят через нас на юг и в это время года у нас очень много птиц то есть перелетных очень красивых и все они поют и тут останавливаются на окрестных деревьев и прилетают на окно и он вот наблюдает за ними это же ему так интересно ну пытается поймать поэтому все мои художественные материалы ему элементарно мешают вот я все время боюсь того же самого что мой уронит что-нибудь самое вообще страшное самый страшный страх так но я сделаю набросок который мне вот который привыкла делать более-менее вот я там делаю так так я намечаю карнашом например более розовые у меня в другом месте лежат и например вот каким-то более розоватым намечаю бутон да вы тоже проходили курс вместе со мной в первом потоке или потом ведь вот я подобными цветами намечают а сейчас я начал серым я думаю что вы принцип поняли да как то так вот и дальше я начинаю уже набирать тон для начинающих проходили пастель у елена да я не знаю я очень люблю и он такой классный преподаватель мне так нравится и красивая такая вот и мелкие у меня вам не видны сейчас мы посмотрим а вы узнали о школе же год назад и сразу пошли на про но я тоже проходила только про просто первом потоке как только это началось то что я давно ждала что этого курса сначала же был только для начинающих мне начинаем накладывать тон я беру мелок или фиолетовый такой фиолетово-серый бутоны наши которые белые они не совсем белые правильно они немножко с таким фиолетовым отливом я его сразу добавляю я начинаю с средних тонов да елена классная на классный преподаватель то есть очень хорошо объясняет материал я так не умею кажется преподавателям тоже нужно быть уметь быть это не так просто я больше могу показывать говорить о чувствах а именно вот как структурно объяснять мне сложно и не долго должна к таким вещам готовится вот я взяла розовый холодный такой средний наложила на два наших цветочка тут же немножечко добавляю объемом более темным цветом я живу в израиле заказа у меня бывают из разных мест до из разных мест заказа у меня в основном не из из израиля заказа на новом америка америка англия канада очень яркий цвет я работаю плашмя мелком накладываю вот таким образом чтобы уже сами самими движениями создавать форму этот букетик я выставляла картинку в прошлом посте в раскладушке этой как как назвать в слайдере да то есть листаете в этом ее увидите вы увидите себя картинку нарисованную этого букета на темной бумаге и раскладку цветов а если пролистаете увидите картинку я специально там выложила чтобы вы могли порисовать и более теплый розовый сразу же пересылаете почты или сканы отправляйте нет это оригиналы почта высылается со всеми нужными документами более теплый цвет у нас в розочке которая слева и более холодный цвет у нее в лепестках добрый день светлана немного фиолетового в этой части если вы посмотрите на референс то там тоже присутствует немножко фиолетового более холодный розовый с этой стороны зеленоватая я постараюсь сохранить эфир если мне у меня получится как вы пересылаете поставить чтобы не повредить но это в двух словах сложно рассказать это лучше показывать просто упаковывается специальным образом прокладывается калька и через много много слоев картона вопросы потому что я делаю есть или пока все понятно я накладываю первую очередь определенные тональные отношения светлый средний пока стараюсь особо темный не вводить да вот в эти главные объекты немножечко может подскажите как рисовать если руки влажные сушите руки нужно в принципе вам вам это не мешает если вы не растираете потому что вы держите мелок и рука не касается бумаги вот если вы влажной рукой начнете растирать то будет пятно то что на руках есть жир немножко да вот вытирайте влажными салфетками и сушите можете взять тальк попробовать тальком потереть руки ага медленнее то есть вы не успеваете это сухая пастель да я очень рада что кому-то захотелось прессовать тоже катерина все понятно но я вас не сомневаюсь катерина моя ученица она выиграла в прошлом марафоне урок со мной поэтому я более близко с ней знакома у нас был замечательный урок мне по крайней мере понравился я надеюсь что вам Катя тоже sorry I don't speak English today this is lesson for Russian auditory from painting marathon запись эфира будет будет если мне получится да я уже столько раз отвечаю на этот вопрос поехали дальше здесь у нас вот какое-то вот непонятное растение такое живописное я просто накладываю средний тон не вдаюсь ни в какие подробности увожу это все потом несколькими деталями мы покажем как она вот построена но опять же не вдавать какие-то подробности я рада видеть это Екатерина если что-то можно потереть клячкой когда пастель растирается на бумаге то клячка можно убрать у меня слишком потерлась так я убираю также можно эластиком тоже убрать обычным но вслед будет более такой четкий да то есть такой мягкости не возникнет дальше у нас там тоже какой-то теплый бутон да я рисую кстати не сказала на консоне ими тентес не только с обратной стороны да то есть она более гладкая это больше подходит для такой техники рисования именно букетов то есть эти соты мне тоже текстура сот мне тоже нравится но для каких-то других вещей и я беру средний теплый зеленый у нас очень много теплых зеленых здесь и начинаю накладывать этот мелок по линиям построения да то есть этих вот листиков как они торчат вместе с ними там где большая неразбериха я да вот много каких-то деталек мелких я вообще на это не обращаю внимание я беру только общий тон то есть просто пятно мы сейчас все делим на пятна для того чтобы сделать рисунок реалистичным достаточно просто сделать потом какие-то некоторые небольшие подробности чтобы они были более реалистичным и все и тогда зритель выхватывает эти реалистичные кусочки и всю картину дабы дополняет сам на то есть не нужно недооценивать зрителя зритель очень много делает часть работы сделает сам своими глазами мы должны только направить его использую сейчас другой зеленый более темный нет консон не более гладко чем fabriano они просто разные по текстуре абсолютно fabriano у них как рисочки такие идут а концом как сотый если перевернуть бумагу то с другой стороны она гладкая то есть концом абсолютно гладкая у fabriano по моему вот эта текстурность немножко сохраняется и с другой стороны я честно сказать не помню это можно проверить так как мы не рисуем полностью референс как он есть то вот в этой части я уже буду выдумывать добавляю те цветовые пятна которые мне помогут выделить уже нарисованные вещи я уплотняю то все более и более насыщенный все более и более темным именно в темных пятнах самые темные пятна это у нас зелень мне очень нравится в референсе что присутствует такой голубовато-зеленый как бы обскала даже бирюзовый а вот поэтому я подготовила несколько мелков который будет немножко давать этот эффект холодного такого зелененького вообще баланс тепло-холодности это именно он создает всю живописность работа в этой технике я так понимаю сначала идет темный цвет а потом светлое а почему вы так понимаете я вначале делала средний тон мне просто интересно почему вы так решили сначала наложила средний тон вот здесь здесь и здесь да и самые светлые моменты самые светлые цветочки маленькие да я оставляю на потом и начинала среднего зеленого и прихожу постепенно к более темному и параллельно буду вводить и более светлые так я почему-то убрала отдельный цвет отсюда я не могу вспомнить куда я его положила вот он цвет такой рыжий теплый чем затемнить если нет очень темного зеленого в данном случае вы предложила коричневый наверно если есть какой у вас есть темный давайте начнем с этого палитра каждого художника она подстраивается под его потребности необходимость то есть я например когда поняла что рисую очень много цветов пастелью мне пришлось докупать какие-то красные розовые потому что мне их не хватало для то что очень много розовых красных цветов и зеленые то зеленых у меня просто миллион цветы на заднем плане я не прорабатываю слишком сильно я просто намечаю что они там вот есть в качестве цветового пятна который имеет какую-то форму опять же средним тоном более темным и самым светлым так как там бутон у нас теплый то именно вот теплыми вот такими персиковыми оттенками я работаю для того чтобы этот бутон стал более реалистичным и заиграл я добавлю туда немножко холодного цвета например тот букет который я нарисовала на темной на более темной бумаге вот с этого же референса он у меня получился более декоративным почему потому что как раз тепло-холодность я не особо здесь выдерживаю просто пыталась быстро зарисовать чтобы понять какие цвета понадобятся вот но тем не менее даже здесь присутствует и холодный и теплый да они рядом с друг другом то же самое здесь есть холодный и теплый это достаточно важно и в зелени тоже холодный зеленый теплый зеленый здесь у нас пока только теплый вот сейчас надо ввести холодный и такое ощущение что кто-то у меня в моих мелках порылся который я отобрала потому что были другие цвета у меня вдруг их не хватает у меня даже есть подозрения кто это так вопрос от екатерины я не буду вас учитывать нет я в букетах так не делаю поймите зарубежные пластилисты в основном работают на абразивных во первых фактурах большинство работают из них на юарте делают подмалевок и у них такая техника они не растирают практически ничего пальцами они просто работают наложением мелков это абсолютно другая техника здесь это более графично то есть более иллюстративная что ли такая как бы техника поэтому я не вижу смысла здесь это делать тем более на бумаге подмалевок нужно использовать более плотные тогда какие-то виды просто не здесь это было не нужно и фиолетовый кстати абсолютно необязательно есть в зависимости от того что что рисуется можно абсолютно разные подмалевки делать тень холодная цвет теплый и наоборот но можно и так сказать это такой краеугольный камень тости базис бывают исключения это из всех правил бывают исключения на принципе да вы правы что ли это ну мы 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 Продолжение следует... 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 это один способ которым можно воспользоваться и вот такими движениями создавая переход можно это дальше делать но я хочу вам показать как-то сделать мелками потому что я понимаю что вам пастели может быть на всех спасибо марина да я поняла пожалуйста за эфир я понимаю что в этот раз у нас много запланированное долго это все продолжается выдержать конечно сложно ну можно использовать и мелкие я люблю использовать какие-то какие-то вот такие цвета их показывал stories сложные серы зеленые такие вот иногда использую более фиолетовую гамму то есть тоже я их вот и еще вот очень полезно бывает иметь что-то умбристое светлое который вот слишком светлый наверное зеленоватый такой молок этого подойдут и просто какие-то серые цвета где-то мы добавляем что более темного и уводим это в бумагу с помощью светлых нет это не готовы на или это готовый набор или не знаю не помню я покупала и поштучно вот эти мои любимые цвета я точно покупал поштучно это я точно помню но был я первый мой набор я купила это было это был набор темных цветов потому что вот их я использую часто для таких вот вещей это это темные цвета набор пан пастель еще у меня есть набор серых серо-бело-черный вот тоже именно для таких вот для таких целей каждое что доказывает что каждая работа она абсолютно новая вот мне здесь хочется добавить почему-то уже теплых оттенков в зелень внизу хотя на первом рисунке мне абсолютно не хотелось этого делать вот потому что одинаково рисовать совершенно не интересно хочется как-то видоизменять и добавлять так скажите у меня время не заканчивается а то я буду все в мелках и не успею подключить запись вопрос не потерь есть смысл покупать пастель джексон сар 48 цветов и если у них кафе нор 36 вы имеете ввиду такую квадратную пастель от джексон арт нет не имеет это ученическая серия она по твердость и по твердой мягкости будет хуже будет хуже чем кафе нор кафе нору лучше чем джексон с арт именно квадратные до квадратненькие брусочки если это джексон сарты который хэнд мэйта ручная пастель круглая 48 цветов у них есть такой набор я не видела у них по моему по 14 цветов идут наборчики все линейки круглой да вы правы давайте я сейчас завершу эфир сохраню его и переключусь и подключусь снова и мы закончим я не думаю что нам много осталось я уже показала почти все хочу показать только несколько деталей еще и и впишем все-таки до конца фон и продолжим сейчас я отключусь такую такую вот здесь у нас есть такие синие пятна вот этих самых цветочков я немножко обозначают от фиолетовым увожу это все в фон немножко вот а сверху уже обозначил нашим синим ярким синим детали вот так и Вот это можно было сделать синим карандашом, а не мелком. У меня мелок очень мягкий и тонких линий не дает, но так как я не доставала карандаши, будем обходиться тем, что есть. Но я вообще в этих букетах достаточно много использую карандаши. Марафон длится, прием работ до 6 числа, до 12 ночи по Москве. Результаты будут объявлены 8 ноября. Мы берем день на раздумья, потому что обычно очень тяжело решить достойного победителя, потому что очень много красивых работ, и нам всегда очень-очень-очень тяжело. Так, единственный минус вообще проведения марафонов, очень тяжело выбирать победителя, потому что достойных приза работ очень много. Призов всегда меньше. В этот раз у нас много призов, и это хотя бы это успокаивает. До свидания. Спасибо, что были со мной так долго. И за вопросы спасибо. Очень здорово. Да, техника у меня начинает подводить. На этом этапе я ввожу самый темный тон, который у меня есть. Это у меня есть такой темно-коричневый. Какой следующий марафон? Я не знаю. Я не организую марафоны в одиночку, всегда с девчонками только, с Яной, двигателем нашим. Мы планируем флешмоб в январе, а дальше будем думать, что сделать, потому что марафоны как-то... Я вижу, насколько меньше работ сейчас, чем раньше. Наверное, поднадоели, нужно искать какой-то новый формат. Очень приятно видеть, что вы рисуете и обалдеете. Я на самом деле тоже балдею, но только очень тороплюсь. Это то, что я уже вижу, что мы не успеем как бы все-все закончить. Каждую часть достаточно много времени занимает. То есть вот здесь, в каких-то местах, я бы, наверное, добавила, использовала карандаш пастельный. И вот не забывайте, холодный розовый в этом бутоне тоже присутствует, поэтому я его ввожу. И не забываю вводить рядом и теплый тоже, чтобы сбалансировать это. Дополнительная живописность добавляется за счет добавления... Потому что я добавила зеленый в этот лепесток, потому что он там есть. Вот вы посмотрите, он там действительно есть какой-то зеленоватый. О флешмобе я не могу ничего рассказать, потому что обычно это все держится в секрете до того, как у нас появится полная информация. То есть заранее об январском флешмобе сложно говорить, потому что у меня еще нет всей информации в общем руках. Я скажу что-нибудь, потом это будет не так. И выглядеть это будет не очень хорошо, правда? Поэтому я предпочитаю говорить о том, что я в основе точно. Кстати, зеленый я вводила и в эту часть тоже, и немножко добавляю туда холодного. Ох, у меня заканчивается лотерейка. Извините, я сегодня как-то не подрасчитала, что ли. Мне казалось, что все это можно будет быстрее сделать. Вот я столько копаюсь. Вот эти маленькие детальки, какие-то веточки, да, более светлые, которые у нас тут торчат. Они будут на себя приколывать внимание зрителя и указывать зрителю, куда ему смотреть. У меня есть милой, который точно перекроет вот эту вот всю темноту, которая у меня есть. Но я специально использую тот, который смешается с теми цветами, чтобы эти белые цветочки не были такими ярко-ярко-белыми. Иначе, как мне кажется, они отвлекают излишне много внимания на себя. Наоборот, хочу их смягчить. Иначе, как мне кажется, у меня есть милые цветочки не были такими ярко-ярко-ярко-ярко-ярко-ярко. С разряда того, что можно смотреть вечно. Да, вечно можно смотреть на то, как другой человек работает. Это так. А когда работа еще такая творческая, интересная, я, например, очень буду смотреть, как парикмахер стрижут. Так, я все эфиры, вернее, все, что я сегодня сохранила, я попытаюсь выложить на YouTube как можно скорее. Просто это зависит от скорости интернета, да, вы понимаете, что это должно загрузиться. Вот, то есть, все, что сохранилось, я надеюсь, эта часть сохранится, и я это загружу. Как вы видите, я не прорабатываю никаких деталей здесь. Нет у меня здесь деталей, только одни намеки. Намеки на листики, намеки на веточки. Как найти меня на YouTube? Это просто, в моем профиле есть активная ссылка. Под ней собраны все ссылки на все ресурсы, где я есть, в том числе YouTube. Читайте YouTube и входите туда, там мой канал. Называюсь София Родионова. Тоже по имени можно, например, найти, да. Вот, ну, как-то, как-то так, наверное. Я бы добавила еще больше. Сейчас я посмотрю. Так, у меня заканчивается батарейка. Надеюсь, что я успею. Я вот еще карандашом люблю добавлять какие-то вот веточки, да. Ну, это опять же, тема про деревья. Люблю веточки. И вот с этой стороны мне тоже хочется ввести какую-то такую. Я помогу себе мелком это сделать быстрее. Вот, что я очень тороплюсь уже. Hello, Brazil! Вот, обычно, когда я уже довожу до конца вот эти букеты, которые рисую, я еще прорабатываю какие-то подробности вот карандашом. Карандашом, кстати, очень хорошо можно вот растушевывать какие-то вещи. Вот так вот, да. То есть, если у меня зелень, я возьму зеленый карандаш и помогу себе что-то растушевать. Потому что растушевка обычная, там, бумажная. Или силиконовая, она снимает часть пастели. Нет, это пастельные карандаши. Поближе показать. Сейчас. А, вот, я забыла это сказать. Вот здесь вот, в розовый. Я бы тоже добавила немножко зеленого, да, зеленый. Передать живописности это. И построить форму и объем. И выделить розовый. Тоже есть какой-то листик. Холодный листик. Теплый листик. Все время чередую. Теплый, холодный. Теплый, холодный. Yes, this is Russian. Поближе показываю. Видно? Ну, вот, я вижу через экран, на то, что мы тут сегодня натворили. Я далеко не всем довольна. Я, например, вот здесь бы, вот, точно хотела бы добавить что-то темного. Вот. Но мне просто заканчивается время. И мы уже не успеваем. И мы как раз сейчас планируем писать, Додаланскетч, уроки. Несколько уроков по пастельным цветам. И тогда это уже будет сделано гораздо более, как сказать, методично, что ли, и спокойно. Потому что формат эфира не позволяет сделать это. Вот, и я бы больше поработала над тем, что вписать это все в фон. Здесь, ну, добавила чего-то потемнее. Я не знаю, я почему-то вот пастелью люблю работать дольше, чем акварелью. И я могу этот процесс затянуть до бесконечности. Вы меня простите за такое. Когда планируем писать, ну, прямо в самое ближайшее время. Вначале там по плану. Два сюжета. Акварельные пастельные по новогодней тематике. И параллельно пишем пастельные уроки по цветам и кое-что по акварели. Просто эти уроки по цветам пастельные, в чем будет интерес, что они будут объединены одной вот темой. И несколько уроков, в которых все более подробно просто сможем обхватить всю эту тему. Спасибо большое за комплименты. В школе Doodle and Sketch. Тоже в моей активной ссылке в профиле есть ссылки на уроки, которые уже есть. Там есть акварели, пастельный один урок. Но вот планируем расширить. Ну, я надеюсь, что вам понравилось. Что-то я как-то растерялась сегодня. Вот. Но, тем не менее, очень надеюсь, что вы получили ту информацию, за которую пришли. Ой, вам не нравилась пастель? Я даже не представляю. Не, я понимаю, что не всем нравятся разные материалы, но это... Пастель я настолько давно люблю, что мне сложно понять того, кто не любит ее. И очень хорошо будет, если я действительно вас вдохновила, и вы попробуете, потому что это потрясающая техника. И, на мой взгляд, пастель, она наиболее связана с материалом. То есть художник связан с работой. Это как скульптура, потому что наши пальцы работают тоже. То есть мы постоянно трогаем работу, ощущаем ее. Поэтому это ни с чем не сравнимо. То есть, мне кажется, только в скульптуре такое есть, когда мы лепим что-то. Точно так же здесь. Ну, маслом тоже можно работать пальцами. Так, есть еще какие-то вопросы по марафону, по эфиру? У меня есть две минутки, я могу ответить. Да, с Леной Таткиной, если посмотришь вебинар, то однозначно влюбляешься в пастель. По-моему, это... Потрясающая техника. И Лена потрясающий учитель и художник. Невозможно не влюбиться. Я очень люблю Ленина работы и как она преподает. Я всегда готова ее рекламировать и восхвалять. Ну, что ж, тогда до встречи. Жду ваших работ. Если вы рисовали со мной или собираетесь рисовать в записи, показывайте мне работы, отмечайте меня. Чтобы я посмотрела, я всегда вам поставлю лайк. И жду ваших работ на марафон тоже. Если цветы – ваш любимый сюжет, то можете воспользоваться этим эфиром. Да, и Лена еще и красавица, однозначно. На нее просто приятно смотреть. Люблю красоту во всех проявлениях. Женщина еще очень красивая. А, выложить, чтобы дорисовать? Хорошо, договорились. Ну все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok